Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Центробанк России потребовал признать КПК-инвестцентр банкротом. Заявление об этом поступило в арбитражный суд Кировской области. Сумма исковых требований – почти 9 миллионов рублей. КПК-инвестцентр внезапно закрылся в середине мая этого года. По факту обмана пайщиков в кооператива возбуждено уголовное дело. Председателя КПК Ирину Макарову задержали в московском аэропорту. Сейчас она находится под домашним арестом. Также арест наложен на ее недвижимость. У Кировской области появились инвестпорталы «Инвесткарта». На этих ресурсах собрана информация об условиях ведения бизнеса, сведения об инвестплощадках, мерах господдержки предпринимателей и инфраструктурных особенностях региона. На портале kirov.defisinvest.ru потенциальные инвесторы могут узнать, какие есть налоговые и имущественные преференции в Кировской области, какие бизнес-миши наиболее привлекательны и прочее. Инвесткарта по адресу kirov.defisinvestkarta.ru представляет из себя геоинформационную систему с несколькими слоями. На карте представлены все данные по инженерной и транспортной инфраструктуре региона. На бизнесе в Кирове объявили конкурс на лучший сувенир к 650-летию города. Проанонсировал очередной конкурс руководитель дирекции по организации юбилея Кирова Алексей Чепцов. К участию в нем приглашают индивидуальных предпринимателей и юрлица. Задача – сделать лучшее предложение по подарочной и сувенирной продукции, которая соответствует фирменному стилю юбилея города. Предприниматели, зарегистрированные на территории Кировской области, автоматически получают дополнительный балл, добавил Чепцов. Присылать идеи можно на электронную почту 650kirovsobakamail.ru Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове.